ребят всем добрый вечер как меня видно как слышно так открываем все как меня видно как слышно и слышно и так пишите все отлично пишите в чате как сегодня у вас прошел день я немножко расскажу про свой день у нас с вами сегодня планерка посвященная старту нового каталога 9 каталог у нас сейчас с вами идет осталось совсем немножко до окончания квалификации на майорку всего лишь 10 11 12 13 14 5 с половиной каталогов да фактически что было сегодня сегодня у нас было очень интересное знакомство мы познакомились с гульнас из второй получается веточки вероники да из команды вероники гульнас у нас пришла в бизнес по приглашению юли перевозчиковой они давно давно знакомы как выяснилось уже 16 лет а мы с гульнас познакомились получается где-то спустя три с половиной месяца да как она в бизнесе вообще живет она в москве очень такая интересная у нее жизненная история да сегодня немножко пообщались на замужем за египтянином двое деток детки билингвы растут в общем очень очень прикольно очень интересно сейчас у нас в гостях у мамы в ижевске вот сегодня мы встречались и знакомились вот естественно успели сегодня поработать успели позаниматься личными делами вы мне в чате не хотите рассказать как у вас сегодня день давайте у нас будет диалог хорошо это всегда прикольнее когда мы с вами разговариваем в диалоге о я вот так вот повыше поставила ноутбук сейчас меня будет нормально видно вот рассказывайте в чате какой у вас сегодня день что у вас сегодня произошло замечательно вы знаете когда я вообще на самом деле каждый раз переживаю эти чувства да когда мы знакомимся я плавимся да мне кажется у всех мозг вообще плавится уже когда мы знакомимся с ребятами да с которыми вот сначала знакомились в онлайне общались просто в чатах да либо там по телефону а потом мы встречаемся лично и такое ощущение что мы знаем друг друга уже много лет и как-то так просто общается на все темы и нет абсолютно никакого какого-то барьера общения да как будто реально мы встретились а привет привет да такая очередная встреча вот в общем это классно у нас действительно такой удивительный бизнес я на самом деле вот так кто у нас тут есть кто у нас тут есть вот юля меликова я прям мечтаю приехать в челябинск давай договоримся что на открытие звания директора обязательно мы соберемся и приедем в челябинск вот прям с резидой давит резида я на самом деле была в челябинске я помню у вас такая там есть прикольная пешеходная улица вот поэтому я абсолютно не против еще раз в вашем городе побывать вот так что давай быстрее открывай директор и мы приедем в гости вот это это прикольно на самом деле это очень очень круто и девчонок всех своих соберешь и вообще у нас там будет классная тусовка готовь матрасы вообще мы не привередливы на самом деле мы действительно можем на матрасах поспать да наверное так назовет я не знаю как честно потому что я помню у меня тогда началась предлетняя аллергия кстати сейчас у меня ее нет вот у меня тогда два года была такая предлетняя аллергия может быть благодаря нашему велнесу это было как раз по моему где-то начало мая и у меня вообще была какая-то шляпа с этой аллергией но вот улицу я запомнила очень прикольная интересная даже чуть-чуть удалось погулять на ней итак а мы начинаем да у нас с вами планерка девятый каталог сегодня не будет много воды да не будет на самом деле какой-то там мотивации и так далее те кто хотят работать да я думаю вы давно заряжены внутренней мотивацией и она самая правильная самая правильная внутренняя мотивация потому что внешне она никогда не будет долговечной да она всегда будет как бы от до от до и только внутренняя мотивация будет вас побуждать к действиям каждый день независимо от того какая погода на улице независимо от того какая там ситуация в стране да вы будете просто идти и делать свой результат каждый раз каждый день. Поэтому мы сегодня... Так, что-то какая-то у меня... Господи, не складушка с этими техническими моментами. Так, уйди. Уйди, я не могу из-за тебя ничего переключать слайды. Так, что за такая вообще штука? Так, у меня, подождите, у меня какое-то окно выскочило, я не могу из-за него переключать слайды. Мама. Так, вот, видимо, мне придется так переключать. Ладно, пробежимся мы по... То, Влад, так вот. Пробежимся... Кошка. У меня кошка, у меня не кот. Триша ее зовут. Пробежимся по основным фокусам каталога. Да, естественно, что в любом абсолютно на каталоге, да, какая бы, опять же, там не была погода на улице и все прочее, у нас с вами фокус всегда на рекрутинг, да. Причем на рекрутинг какой? Должен быть ежедневный план действий, да, и должен быть фокус именно на том количестве партнеров, да, которые у вас... Партнеров-потребителей, да, которые у вас должно появиться к концу каталога, и какое количество партнеров должно быть у ваших партнеров, да, то есть никогда не надо планировать свой рекрутинг на себя. Рекрутинг всегда надо планировать с командой, да, не забывайте об этом, у нас командный бизнес. Второй момент – это личный товарооборот, да, я, в принципе, с вами уже делилась идеей, то есть у меня идея какая, как только я получаю свой заказ по этому каталогу, да, я снимаю коротенькое видео для своих знакомых, да, и это видео рассылаю знакомым, то есть не просто пишу там, Маша, привет, вот у нас там акции в этом каталоге, да, и вот посмотри на тебе ссылку на каталог. То есть я хочу показать именно на своем примере, что заказываю я, чем пользуется моя семья, да, в какую сумму мне это обходится, и сказать, ну, девчонки, вот как бы, вот такие вот условия для вас, да, вы тоже можете, в общем-то, пользоваться. Ну, то есть такая вот подача просто более живая, да, на самом деле, мне кажется, видео людям заходят лучше, нежели там картинки из каталога. Дальше. Продуктовая коммуникация в сториз, да, то есть добавить продуктовой коммуникации в сториз, чтобы это было не только wellness, да, это было что-то еще, то есть я вот сегодня, если еще успею, да, может, нет, наверное, я это сделаю все-таки завтра с утра с водичкой, да, сегодня вот кто у нас в чате по нон-стоп-рикрутингу, да, сегодня я давала задание сделать сториз с водичкой, хотела с утра, но, честно, с ребенком как-то не сложилось, вот, завтра с утра сделаю, да, перед выездом из дома, как бы вот этот момент обыграть с водичкой, чтобы хорошо зашло. Ну, еще там есть кое-какие идеи и задумки по продуктовой коммуникации, поэтому тоже через сториз я хочу немножко эту тему двигать. В своей беседе уже используют видео, в своей беседе это, я видела, что Юлька группу делала продуктовую, имеешь в виду там, где это использует видео, или где, напиши. Дальше, как вы заметили, да, у нас новый чат ключевых партнеров, то есть те, кто готовы делать результат именно в этом каталоге, хочется, девочки, чтобы он был поживее, да, то есть делитесь именно своим рекрутингом, своим опытом в течение дня, что было, как было, да, даже если нет регистрации, у вас все равно были какие-то диалоги, делитесь, да, делитесь, отдавайте, и сколько раз мы с вами уже убеждались, да, когда мы общаемся с вами в скайпах и так далее, какие-то идеи, какие-то вот, вот это вот, оно происходит именно в диалоге, понимаете, оно не всегда происходит, когда ты там один с собой что-то варишься в своем же бульоне, да, а вот когда вот это переливается, вот тогда происходят какие-то новые инсайты, поэтому обязательно делитесь, текстовые надо брать, а, у тебя беседа просто, все понятно, я поняла, классно, видюхи вообще надо делать, кстати, я в наш общий чат акций, наверное, тоже скину свое видео, чтобы девчонки тоже видели, они, конечно, там неактивные какие-то, сидят сами с собой, молчат, но это девочки, которые у нас когда-то на потребление приходили, да, кто-то на бизнес приходил сейчас, остался на потребление, то есть вот есть у нас такая тоже общая беседа, если кто-то хочет, можно тоже туда девчонок добавлять, но я их не гружу сейчас, на самом деле. Ребята, блин, что такое, а сейчас появилось? Так, появилось, ребят? Слушайте, мне кажется, у меня шея сегодня подгорела, видимо, когда днем гуляли с ребенком, так, не пишите, нет, так, что такое-то, подождите, и... Все, появилось, да? Отлично. Все? У всех все нормально? Что-то куда-то вылетел интернет. Странно. Нормально, ребята. Остальные все видят? А то я сейчас буду говорить сама с собой. Все, супер, продолжаем. Дальше, смотрите, мы про чат нам 100 прикрутинга, да, я говорила. Но в любом случае, да, у ребят реги есть, они своим опытом делятся. Вот, поэтому надо перенимать, да, то есть все, что вы видите, все, что вы получаете. Я вот честно скажу, когда был нон-стоп прикрутинг от лидеров, я вообще практически никакие задания не успевала делать. Да, но у меня была задача набраться других каких-то идей, да, и переварить уже, как мы это можем использовать в нашей работе. Угу. Вот. Дальше чаты на троих. В прошлом каталоге, да, мы с вами стали такую вещь практиковать. Вот в этот раз, да, тоже на скайпе, на лидерском мы говорили. На скайпе ключевых, да, точнее, вот так вот будем говорить, а не на лидерском, на скайпе ключевых. Нет, подожди, тогда же было с топами, имеется в виду по всей России, вот это я имею в виду. То есть сейчас же мы проводим Best Life масштаб, то есть другой формат. Про что говорила? Да, про чаты на троих. Была практика, да, то есть в прошлом каталоге начали девчонки, да, вот у веточки, у резиды по второй. Не было пока регистрации, да, но это не значит, девочки, что этот метод не работает. Да, вот мы обсуждали это в этот раз на скайпе, это просто неотработанная статистика. Если у людей этот метод работает, значит он в принципе работает. Значит, либо нам надо что-то скорректировать, может быть какие-то вещи, да, либо мы пока не отработали статистику. На самом деле там три диалога, три человека, которые вы запустили в этот чат, и там никто из них не зарегался. Это все равно, что вы, знаете, написали трем людям по-теплому, да, сами, и никто, блин, почему-то не захотел пойти и зарегистрироваться. Ну, так не бывает, да, это вообще абсолютно не показатель, поэтому обязательно, пожалуйста, этот метод используйте. Может быть, это не ко всем вашим знакомым подойдет, да, может быть, у вас сейчас другой метод прет и работает, тогда работайте им. Но если вам сейчас нужны идеи, чтобы люди приходили и регистрировались, да, и появлялись с вами приглашенные партнеры, то, пожалуйста, тоже не забывайте про этот метод, он действительно крут. Если у кого-то есть на него регистрация, значит он работает. Дальше у меня моя личная задача, да, это запустить бизнес-группу в этом каталоге. Понятно, что она там будет доделываться, переделываться, дополняться, да, но в каком-то вот более-менее виде, то есть какая-то бизнес-группа, не какая-то, точнее, да, бизнес-группа, которую можно будет использовать при рекрутинге. То есть что там должно быть, да, как я это вижу, там должны быть видюхи соответствующие, да, говорящие о результатах, о стиле жизни в бизнесе, там должны быть справки о доходах, да, там должны быть какие-то соответствующие посты, то есть такое наполнение. И эту группу можно использовать будет при рекрутинге, когда, может быть, сразу, да, человека приглашать в эту группу, как, например, там делает Ольга, забывая у него фамилию, из Казахстана, из ветки, да, там, из одной из, у Шахаевых, вот, она сразу вообще говорит, пройдите в группу, да, там изучите, посмотрите, потом поговорим. Вот, можно использовать это как второй шаг рекрутинга, когда человек там, например, сомневается или идет в отказ, да, просто его заводить хотя бы в эту группу, говорить там, вот, посмотрите, больше информации там, изучите, соответственно, может быть, как-то мнение изменится. Дальше, группа продавашка. У меня есть, Катугина, да, наверное, у меня есть аккаунт, это вижу таким образом. И сейчас, да, кто-то проходит у нас, кстати, много достаточно людей, на самом деле, у нас, да, мне кажется, собралось, кто проходит курс Юли Роских, Юля-то перевозчик, говорите, да, Юля Мель. Ну что, ребят, появилась. Нет, я, Дима, планирую попробую. Ура, все, продолжаем. Так, про группу по продажам, да, я говорила, в принципе, все, тут закончила, то есть будет дублироваться просто контент, да, кстати, если у кого-то есть какие-то данные, потому, если какие-то лимиты, да, и правила по приглашению людей в группу ВКонтакте, то, пожалуйста, поделитесь в общем чате, потому что нам это надо будет и для бизнес-группы, да, и для группы по Веллесу это тоже актуально, надо туда, как бы, ручками тоже людей приглашать, да, потому что в дальнейшем там для раскрутки надо использовать, как я говорила, что-то немножко вылетела у меня стройность речи. Так, ну и смотрите, чуть-чуть по фокусам каталога, да, я скажу, ну, на что я, например, буду обращать внимание, то есть даже когда буду там записывать видео со своим заказом, да, я скажу про какие продукты. Вообще лучше максимум делать три фокуса каких-то, да, всегда, когда мы делаем любое предложение, потому что больше у людей внимание уже рассеивается, они все там мозг отключается и начинают куда-то блуждать. Вот, я буду обязательно говорить про гель для интимной гиги, да, можно взять, соответственно, в пределах 100, разница в три раза на секундочку. Вот, обязательно буду говорить про то, что мне самой лично очень нравится, да, это все, что касается декоративной линейки Джордани, это помада иконы стиля, она по мега цене просто идет в каталоге, сколько на 299 рублей, бельки, да, еще минус скидка. И обязательно про все карандашики для губ, для век, для бровей, тоже очень прикольные, я себе брала и для губ, и не брала единственного для бровей, но тоже хочу попробовать, да, посмотреть, сравнить, потому что был опыт и с тенями для бродинка. Вот, в общем, вот такая вот идея, не гипер какая-то может там актуальная, но, в смысле, там не гиперновая, но примерно вот так это должно выглядеть в моей задумке. Дальше, про акции новые, да, акции на 9-10 каталог, тоже вам напомню, акции активности. Так, я у всех завела? Или только у Эзды? Первый, я второй. У всех я завела? Что ж такое-то сегодня с интернетом? Так, у всех. Появилось. Появилось. Ладно, продолжаем. Не знаю, ребят, что такое сегодня с интернетом, что-то у меня не раз, по-моему, планирующего такого не было. Энергетика, видимо, такая, туда еще. Все это, даже техника не хочет слушаться. Акции активности у нас, да, очень прикольные, мне кажется, косметичка и сумка прям в таких вот актуальных трендовых цветах. Мне прям хочется, вот. Косметичку можно взять за 99 рублей, да. Ладно, нет. За 99 рублей сумку за 199, да, по-моему, если я не ошибаюсь. В общем, надо об этом говорить, да. На это, в принципе, тоже можно рекрутировать. И неплохо бы тоже как-то эту тему через сторис продвинуть. Вот. Может быть, появятся какие-то уже видюшки. Если вы где-то будете видеть, да, именно видюшки. Потому что картинки, вот как-то мне не очень нравится эта тема. Это неинтересно, ага, неинтересно это выглядит. Вот. А вот именно видюхи, да, их можно как-то в сторис обыграть. Вот. Поэтому на это тоже людей можно приглашать, да. Если у вас как бы есть потенциальные, да, люди, которым это может быть интересно, подумайте, посмотрите по своему кругу знакомых. От 50 бонус баллов, напоминаю, должен быть заказ. И то, что интересно нам. С вами рекрутинговая компания. Лето без границ, да. То есть за приглашение людей, за то, что мы их, им помогаем выйти на заказ, да. Мы можем получить сумку-трансформер, такой сумка-рюкзак, да, трансформер и чемодан. Чемодан, на самом деле, это моя мечта. Мне его очень не хватает. Вот. Поэтому надо прямо сделать все возможное и невозможное. И обязательно такими классными аксессуарами обзавестись. Причем, смотрите, какой еще важный момент. Ну, уже мы с вами проговаривали, да, такую маленькую хитрость. На это вы тоже можете людей приглашать. А, часы еще, да, про часы забыла сказать. Нет, на девушке сразу их не видно. Я забыла. Да, часы, кстати, тоже клевые очень. Возможно, вам самим не нужна эта сумка. Или, возможно, вам не нравятся эти часы, да. Но кому-то из ваших знакомых они могут понравиться. И, в общем-то, вы тоже можете их приглашать с условием того, что, ну, ты давай, например, там, на лайф плюс подписывайся, да. Да, сейчас 100 баллов, потом 100 баллов. И посмотри, какой у тебя будет подарок. То есть, в общем-то, этот подарок вы можете пообещать и тем людям, которых вы рекрутируете. Ну, хотя все надо забирать себе, все, что компания дает, да. Но, тем не менее, если это будет некий камень преткновения, да, который вам позволит такие человека зарегистрировать, но почему бы это тоже не использовать? Вы получите, на самом деле, в разы больше. Вы получите там нового потребителя или нового партнера. У меня что-то даже с цветом, да, сегодня на этом, на экране. Вообще, какая-то ерунда сегодня с техникой творится. Я у вас так же, да, меняюсь в цвете? Я такая желтенькая становлюсь периодически, когда желто-зеленая, нет? Какая-то вообще ерунда. Вот. В общем, это тоже можно использовать для приглашения людей. Да, как бы держите это в уме. Дальше. Возвращаясь к рекрутингу, да, то есть мы потихонечку с вами по каждому пункту пройдемся. С товарооборотом, в общем-то, мы закончили. С продуктовыми акциями закончили. Выводы мои по нон-стоп рекрутингу, который у нас был от топов. Да, ну, в общем-то, я думаю, все видели. Мы с резидой делились, да, тем количеством действий, которые делают ребята, у которых есть как минимум одна рега в день или там даже по несколько, да, это, конечно, количество действий. Надо его наращивать. Да, естественно, не получится так, что если вы там делали 20 контактов в день, начать делать 120 на следующий день или там на следующую неделю. Но надо учиться, надо свою продуктивность наращивать, да, и лучше делать постепенно, да, то есть делать это эволюционным, эволюционным точнее, да, а не революционным путем, потому что это действительно тогда будет, ну, как бы не так, что вы вчера сделали 20 контактов, да, сегодня сделали 120, и как бы все, капец, еще умерли, и завтра вообще не работаете. Вот, то есть лучше приходите, пожалуйста, к результату постепенно, да, постепенно добавляйте, наращивайте свой план. Дальше, какие я еще сделала выводы, что люди активно рекрутируют на продукт, в том числе на все продуктовые акции. Мы все с вами были, да, свидетелями того, как писали про девочку из Грозного, которая сделала, там, 50 регистраций на туалетную воду в подарок. Дальше, очень активно работают с продвижением вэллнесс через офлайн. Это может быть через какую-то диагностику на весах, это могут быть какие-то вэллнесс-клубы, какие-то вэллнесс-дегустации, то есть люди с вэллнессом реально работают офлайн. И действительно, наверное, онлайн вэллнесс предлагать несколько сложновато, да, поэтому нам с вами надо над этой темой тоже думать. Я сегодня с девчонками, когда встречались, рассказывала, что, слушайте, я говорю, тут еду в машине, у меня прям вот идея по поводу того, как же, как же еще, да, людей заводить, с теми же весами работать, да, ну, то есть если у людей есть через это регистрации, то, значит, это в принципе возможно, да, то есть опять же, вот Татьяна Чеха, да, я с вами, девочки, делилась на скайпе, что у него там выезжают на предприятие, да, делают, соответственно, там, взвешивают людей на этих визах, дают какую-то раскладку. Вы можете как угодно относиться к этим весам, да, вы можете там не верить в то, что это действительно достоверные показатели, но задача-то какая? Задача сделать с человеком первый контакт и выйти на диалог, да, и подвести к тому, что, ну, задумайся о том, что, может быть, в твоем здоровье не все идеально. Вы в любом случае, знаете, человеку не наврете. Ну, честно, я, вот покажите мне, много ли таких людей, да, у которых все капец на 100%, да, идеально функционирует в организме. Ну, очень мало таких людей, у Калимулиных, наверное, только. Они у нас идеальные зожники, вот. А так, как бы, мы все где-то по чуть-чуть там подскрипываем, да, вот, блин, я вроде думала, вот, wellness пью, но, зараза, началось лето, и кондиционеры, у меня герпес на губах повыскакивал, да что же за такое вот вообще напасть? Это все равно ведь где-то что-то не так, да, то есть оно же вот само-то по себе не появляется, вот. Вот, поэтому, да, даже у нас бывают какие-то, у тех, кто пьет wellness регулярно, да, бывают какие-то сбои в организме, поэтому у людей, которые его не пьют, тем более, и мысль-то какая у меня была, да, думала я над тем, как же людей можно пригласить еще на диагностику на весах, и такая мне прям оригинальная мысль пришла в голову, что, вот, то есть я подумала, да, кто может на такие весы прийти, а, например, те, кто сейчас как бы в состоянии решения каких-то проблем со здоровьем, да, и как у мамы, которая там вот недавно еще кормила грудью, да, у которой там волосы пучками лезли и так далее, соответственно, потому что тут начинаешь рассыпаться, да, как правило, потихонечку, я подумала про таких же мам, да, вспомнила, как это было у меня, когда я там погуляла с ребенком с колясочкой, такая, возвращаюсь домой, и что я делаю, когда я открываю дверь в подъезд? Я, как правило, всегда, ну, я не знаю, может, это такое у меня, таких объявлений на подъездах, с продающим, соответственно, текстом, да, чтобы люди, 20 домов, близлежащих вот в своем районе, да, просто вышел там вечером на прогулку какую-то, или ребенка попросил, да, если ребенок уже, ну, как бы в сознательном каком-то возрасте, и развесил эти объявления. Да, это может быть не выстрелить сразу, действительно, накопительный эффект. То же самое, такие же объявления можно поразмещать там на каких-то интернет-площадках, каких-то там ПП-шных группах, да, и так далее, и пригласить вот на такую диагностику, на которую уже можно с человеком выйти на диалог с продуктом. Да, это первая категория, с которой можно поработать. И вторая категория, которая на такие объявления, вот обычные, стационарные, на подъездах сможет среагировать, да, это как бы женщины в возрасте, да, но которые следят там за своим здоровьем. Вот у меня, например, свекровь такая. Вот она бы могла на такое среагировать, просто она в другой секте, на другом продукте. Вот. Ну, вот, в общем, вот это вот такие у меня были мысли. Напишите, кстати. Пэка, прошли эти простуду. Вот у тебя, Вероник, да, тебе как-то помогло, я, блин, какая-то неправильная, у меня что-то... Ну, у меня кондиоры, на самом деле, кондиоры, это мое слабое место, поэтому я, конечно, лето очень люблю, но кондиционеры я капец не люблю. Вот. Напишите свои мысли, кстати, в чате, потому что я вот вам сейчас сказала, как вам такая идея моя с объявлениями оффлайн и онлайн, да, вот такого характера. Вот. Это, в общем-то, вот следующий момент, да, мои выводы по нон-стоп-рекрутингу. И чаты тройки, про которые мы сказали, у людей не работают, поэтому я тоже предлагаю эти вещи практиковать. Так, и в итоге мы с вами долго сдерживаемся. Ничего не хотите, да, мне писать по поводу объявлений? Ну, ладно. По курсу Юлии Русских, да, те моменты такие простенькие, которые я пока подчеркнула для себя. Очень важно то, что мы пишем в шапке, да, то есть когда вот наш ник идет там, и шапочка такая пошла до фотографии, да, то, что идет, что там про нас написано, как написано, это должно быть что-то уникальное, да, чтобы вы чем-то выделялись. Там обязательно должна быть ваша полезность, да, то есть обязательно должна присутствовать какая-то полезность. Не надо просто писать там, я мама и я жена, и что, как бы людям от этого вообще вот что, в каком месте у них что-то изменилось, да. Они зайдут или там подпишутся на вас или что-то, если вы будете на своей странице, мало того, что чем-то действительно полезны, да, это первый момент. Во-вторых, вы об этом обозначите в шапке профиля, то есть зачем человек должен на вашу страницу пройти, и уж тем более на вас подписаться, да. Обязательно должна быть указана, там есть такая вот активная ссылочка, когда вы свой профиль редактируете, должна быть активная ссылочка, и лучше, если эта ссылка там будет не куда-то, например, на ВК, да, ваш, потому что человек через браузер будет туда заходить, а люди чаще всего все-таки через приложение сидят, а какая-то ссылка, типа там Message Me, Tap Link, Link 3, да, ну вот такого плана, чтобы там различные способы связи с вами высвечивались по этой ссылке. Дальше, по поводу актуальной, да, то есть новая фишка Инстаграма, ну уже не новая, на самом деле уже старая, можно сказать, это вот такие вот кружочки актуальные, да, когда вы фактически это, наверное, аналог каким-то альбомам, видео, да, которые есть ВК, когда все самое вкусное вы можете поместить вот в это актуальное, да, там по соответствующим разделам, там, не знаю, стиль wellness, да, там, семья, бизнес, не знаю, там, путешествия, спорт, ну то есть то, в общем-то, чем вы живете, и по сути это актуальное, да, оно тоже должно как-то коррелироваться вот с тем, что вы написали в своей шапке профиля. Вот, прикольно, если вы сделаете какие-то обложечки этому актуальному, чтобы у людей, ну вот, как-то взгляд фокусировался, да, все-таки там картинка достаточно маленькая, и разглядеть там, что-то там вы какую-то фотографию поставили, немного людям будет сложновато, поэтому лучше обозначить какими-то красивыми обложками. Юля нам рекомендовала их найти, либо в приложении Pinterest надо в поиск ввести, highlights, да, так это называется на английском, можно на русском, кстати, ввести, наверное, тоже поиск выдаст, и в приложении Canva, да, тоже там легко, в принципе, достаточно эти обложки делаются, можно подобрать что-то интересное под себя, и главное, чтобы эти обложки тоже с общим, как бы, цветовым фоном, с вашей аватаркой, да, они тоже как-то сочетались. Дальше, конечно, много Юля нам говорила про фиральный контент, я поняла, что его еще допиливать и допиливать, там работа непочатый край, но очень прикольная штука, есть такое приложение Уну, где вы можете заранее, да, например, вы прописываете свой там контент-план на неделю, подбираете какие-то фоточки разные под свой контент-план, под посты, и заранее можно вот в этом приложении Уну, как бы, потасовать, да, где, как, что ты, Триша, там нашла, в каком порядке эти фотографии будут лучше друг с другом сочетаться, вот, то есть тоже вам его рекомендую. Дальше обязательно почистите, вот у меня это прям вообще работа-работа, еще это, конечно, очень много времени отнимает, но надо это обязательно сделать, это почистить свой профиль от ботов, да, потому что это влияет, да, там очень много крутых, правильно вернее говоришь, очень много крутых продуктовых картинок в Интересте еще, тоже можно использовать. Боты влияют на вашу статистику в итоге, на то, как вы отражаетесь в ленте у людей, да, как вы читаетесь, поэтому от ботов надо избавляться. Дальше Юля нам хэштеги, да, рекомендовала переносить в комментарии, вот, честно скажу, я пока, Триша, не научилась это делать, ну, в смысле, как не научилась, я понимаю, что это надо делать, просто обычно это происходит в таких вот торопях-торопях, и все-таки эти хэштеги засовываются в общий пост, хотя Юля нам рекомендовала все-таки убирать их в комментарии. Дальше статистику свою, да, обязательно смотрите статистику, тоже отсматривайте, то есть что людям заходит, да, Даша Юля нам сказала, что статистика именно отдельных постов, она важнее и интереснее. И по целевой аудитории тоже такое интересное, я как-то вот на интуитивном уровне это понимала, да, но вот Юля как-то конкретно это выразила, что, смотрите, вот я, например, пишу про бизнес, пишу там про семью, да, могу где-то там написать про что-то в ЛНСПП, и очень сложно сказать, что у каждого из этих направлений, да, какая-то одна целевая аудитория. На самом деле у каждого из этих направлений может быть разная целевая аудитория, да, и у каждого, соответственно, вашего поста, скорее всего, будет разная целевая аудитория. То есть вот это очень важный момент, и, наверное, понимая вот это, да, поняв и приняв эту вещь, действительно проще свой пост, тот текст, который вы пишете, да, направить и сформулировать на какую-то конкретную целевую, целевую аудиторию. Может быть, например, вот у меня, как у мамы в декрете, да, не у всех моих постов целевая аудитория будут мамы. Возможно, это далеко не так. То есть я вот сейчас тоже анализирую то, что я пишу, да, и понимаю, что действительно, наверное, у каких-то моих постов целевая аудитория совсем не мамы в декрете, да, а другая. Вот, ну и по контент-плану, в принципе, тоже много мы уже про это говорили. И, честно, грешна, да, и не всегда у меня есть там идеально составленный контент-план, да, у меня есть какие-то накиданные заранее посты, какие-то заранее там подготовленные фотографии, но не всегда это такой вот стройный контент-план на целую неделю. Очень хочу к этому прийти, да, и на самом деле надо к этому приходить, и, да, вернее, сейчас объясню. Надо к этому приходить, потому что в итоге в течение дня, как бы в текучке, да, это будет облегчать жизнь. Почему комменты в комментарии? На самом деле очень простое объяснение, потому что так текст поста выглядит меньше, когда хэштеги, да, когда хэштеги убраны в комментарии. Просто меньше выглядит текст поста, и людьми это будет проглатываться легче. Вот. Понятно, я здесь объяснила. По поводу того, читаются хэштеги или нет, Юля объяснила это каким образом. Никем не доказано, что хэштеги, убранные в комментарии, они якобы не читаются. То есть есть такое у кого-то мнение, да, но никем это не доказано. Ай! Блин, комар от кого-то залетел, и зараза меня кусает, сидит. Вот. Дальше я все-таки еще раз хочу вам сказать про двугневный тренинг Вадима Воловика «Семья и бизнес», который будет в эти выходные в Ижевске. Несколько мест на него еще осталось, цена на него, да, на одного человека 3500, на семейную пару 6000 рублей. Если у вас, да, еще возникают вопросы, которые, то есть вопросы, связанные с семьей, которые как-то вам, вас тормозят в развитии, в бизнесе, то попробуйте найти свои ответы, точнее найти ответы на свои вопросы на этом тренинге. Возможно, это кажется большой цифрой, но если вы разложите 3500 на два дня, да, это 1700 в день. Когда этот тренинг проходил в Уфе, там однодневный тренинг стоил столько же. А когда он проходил в Москве, Лена Чернышева, по-моему, рассказывала там даже 4 или 4 или 500, стоил такой тоже однодневный тренинг. Мне надо туда, он может терпение пропадает. Тебе надо просто директора делать резида быстрее и все. Правда, ребят, знаете, я иду, потому что у меня много вопросов. У меня много вопросов, и я понимаю, что сама я не могу на них найти ответы, потому что есть вопросы у моих партнеров, и я хочу быть тем наставником, который сможет дать какие-то ответы на эти возникающие вопросы. Как это все сочетать, как не ущемить семью, как сохранять нормальные отношения, но при этом у партнеров возникают такие вопросы. Подумайте еще раз. Возможно, есть смысл, как не убить друг друга, да, актуально. Возможно, есть смысл чем-то другим пожертвовать, да, и на что-то другое не потратить эти деньги, но найти их здесь, да, которые вам в итоге окупятся сторицей. Вот. Я с большим удовольствием смотрела на те семейные пары, да, я смотрю на те семейные пары, которые развиваются здесь, вместе, как они это все успевают, как они успевают быть многодетными родителями при этом, да, путешествовать. Можно, конечно, много говорить о том, что, да, вот у них там большие доходы, да, у них там помощница по хозяйству, у них там няни, еще что-то, да, и так далее, там, вот глядя на Хафизовых, например, но ведь у них так было не всегда, правда же? Они же как-то к этому пришли. Может быть, как бы причинно-следственную связь-то правильно прослеживать, да, может быть, они такие сейчас, и они имеют, как бы, вот, такие результаты сейчас, не потому что, точнее, потому что они ходили вот на такие тренинги, да, они прокачивали такие моменты, а не сейчас они ходят на эти тренинги, да, потому что у них там много денег, вот, ну, как бы, вот, понимаете, да, причина-следствие, как-то правильно себе выстраиваете эти связи в своей голове. Вот, поэтому еще раз я вам про него напоминаю, да, и, надеюсь, что вы примете верные для себя решения. В общем-то, все, на этом информация моей планерки сегодня заканчивается, да, про фокусы каталога я вам напомнила, про какие-то маленькие лайфхаки из курса Юли напомнила, еще раз скажу, да, я не могу поделиться с вами всем, что Юля дает нам на этом курсе, это надо просто, во-первых, со всем этим разобраться самой, научиться это делать так же профессионально, да, во-вторых, это надо провести, да, столько же занятий в таком же объеме. Вот, поэтому прям маленькие только даю зацепочки, да, которые, возможно, тоже как-то вашу работу в Инстаграм изменят. и чем хочу завершить, да, что если вы постоянно будете бить в одну точку, может быть, это будут разные инструменты, это будут разные подходы, это будут разные методы, но если вы будете продолжать бить в одну точку, то проломить, пробить можно даже китайскую стену, и уж точно можно построить, как минимум директорскую, да, золотую команду в Reflame, и много больше, если просто продолжать всегда делать. Поэтому кто-то сейчас из нас в активном режиме, да, кто-то не в очень активном режиме. В каком? Решать можете только вы. Почему что-то сейчас заставляет быть не в активном режиме? Я не знаю. У каждого из вас свои причины, это личное решение каждого из вас, но я уверена, что у каждого из вас, да, есть какие-то цели, которые, когда они будут достигнуты, да, как-то серьезно изменят вашу жизнь. Поэтому помните о том, что может измениться в вашей жизни, когда вы начнете рекрутировать, когда вы начнете каждый день делать системные действия. Блин. У меня это, немножко я, короче, не хотела эмоционировать, не буду. Все, буду, ребят, завершать на этом планерку, да, потому что обещала я, что не будет сегодня никаких мотивашек и так далее. Не хочу, на самом деле, не буду давать мотивашек никаких. Видите, зависит от ваших сегодняшних действий. Вот что вы сделали сегодня, что вы сделаете завтра. Поэтому не забывайте, да, если вы хотите,